Доброго времени, уважаемые студенты третьего курса, которые готовятся сдавать экзамен по пропедевтике. Вторая часть нашей видеоконсультации к предстоящему экзамену будет посвящена ЭКГ по вашим многочисленным просьбам и рекомендациям нашей заведующей Татьяны Павловны. В первую очередь хочу порекомендовать вам вот такое учебно-методическое пособие второй кафедры внутренних болезней. Оно есть в электронном виде, его можно скачать, но может быть кто-то успел его приобрести, когда оно продавалось у нас в киоске университетском. Итак, порядок расшифровки электрокардиограммы. В первую очередь, когда вы берете в руки электрокардиограмму, обратите внимание на паспортные данные пациента. Они уже немножко вас натолкнут на мысли, какую патологию у этого пациента можно ожидать на ЭКГ. Дальше обратите внимание на скорость записи. Она, как правило, стандартная 50 мм в секунду, может быть 25. Обратите внимание на калибровку. Калибровочный сигнал милливольт в начале записи должен быть 1 см. И отведение АВР должно быть зеркальным отображением второго стандартного отведения. Это говорит о том, что электроды на конечности наложены правильно. Дальше мы основную расшифровку проводим по второму стандартному отведению. После того, когда мы оценили все нужные параметры во втором стандартном отведении, нужно посмотреть все остальные отведения. Помня при этом, что по АВР мы анализа отдельного не делаем. И дальше все найденные параметры, как нормальные, так и патологические, нужно вынести и оформить в заключение по данной электрокардиограмме. Теперь немножечко подробнее о самой расшифровке. Итак, по второму стандартному отведению. Первое мы оцениваем. Ритм синусовый или не синусовый. Признаки синусового ритма. Вы увидите положительные, зубчики П, одинаковой формы и величины, которые располагаются строго перед каждым комплексом QRS. Естественно, в отведении АВР зубчики будут такие же одинаковые, но только отрицательные. Следующий пункт. Определяем ритм правильный или неправильный. Смотрим на интервалы РР, то есть сердце должно сокращаться через одинаковые промежутки времени. Может быть небольшая погрешность до 10%. И если ритм неправильный, выносим это в заключение. Следующий момент. Рассчитываем частоту сердечных сокращений. Для этого нам нужна формула 60 разделить на РР в секундах. Для того, чтобы РР перевести в секунды, вам нужно измерить, сколько миллиметров расстояние между двумя соседними зубчиками R и умножить это на коэффициент. 0,02 при скорости записи 50 или 0,04 при скорости записи 25. Если ваша ЧСС на ЭКГ в пределах нормы, хорошо. Если она отличается от нормы, то брадикардию или тахикардию не забываем сразу вынести в заключение. Следующий пункт. Определяем электрическую ось сердца. Это можно сделать двумя способами. На третьем курсе. Если вдруг у вас окажется компьютерная расшифровка на ЭКГ, то угол QRS в градусах вы должны уметь оценить. Об этом есть информация, естественно. От плюс 30 до плюс 70 это нормальная ось. Плюс 70-90 вертикальная ось. Плюс 30-0 это горизонтальная ось. Ну а дальше в минус это будут отклонения влево и более плюс 90 отклонения вправо. В первую очередь вам нужно сориентироваться по оси сердца по зубчикам R в стандартных отведениях. Здесь есть несколько формул, которые, в общем-то, несложно запомнить. Нормальная ось сердца это когда R максимальной высоты во втором стандартном отведении. Потом немножко меньше в первом и самый маленький в третьем. Формулу мы так и записывали. R2 больше R1 и больше R3. Если у нас левая грамма, то самый высокий R будет в первом стандартном, потом поменьше во втором и самый маленький в третьем. Формула звучит R1 больше R2 больше R3. Правая грамма наоборот. R3 максимальный больше R2 и больше R1. Есть еще некоторые нюансы, когда именно идет горизонтальная или вертикальная ось сердца. В таких случаях формула будет следующая. Горизонтальная ось R1 равно R2 и больше R3. Вертикальная ось R3 равно R2 и больше R1. Бывает в ситуации, когда ни в одной из этих формул не укладывается увиденная вами ситуация. Тогда сравнивайте R1 и R3. Где больше, туда и ось. Следующий раздел – это по второму стандартному отведению определение и описание всех параметров нормальной электрокардиограммы. А именно, вы должны описать 5 зубцов PQRST, 1 комплекс QRS, 2 сегмента PQST и 2 интервала PQ и QT. Для каждого из этих параметров, естественно, есть норма. Я проговорю прямо здесь, чтобы вам было легче со мной вместе повторить это. Итак, зубец P в ширину до 0,1 секунды, высоту до 2,5 мм. Если больше, это говорит о гипертрофии правого или левого предсердия. Зубец Q, как и зубец S, они не постоянны. Могут присутствовать в комплексе QRS, могут отсутствовать. Если зубчик Q есть, к нему очень жесткие требования. В ширину он может быть не более 0,03 секунды, а в глубину не более 1,4 зубца R в своем комплексе. Если зубец Q глубже или шире, это уже патологический зубец Q. Смотрите внимательно. Скорее всего, на ЭКГ вашей будет инфаркт миокарда. Зубец R, он представляет информацию об основной массе миокарда желудочка. В норме зубец R в стандартных отведениях от 5 до 20 мм. В грудных отведениях от 8 до 25 мм. И еще при нормальной ЭКГ в грудных отведениях наблюдается определенная закономерность. Зубец R нарастает с V1 по V4. В V4 он максимальной высоты. В V5 и V6 немножко уменьшается. Если такую закономерность вы не нашли, то, скорее всего, там будут либо признаки гипертрофии миокарда желудочков, либо другие изменения миокарда. Зубец S, к нему особых требований жестких нет. Он дополняет зубец R, рассказывая о миокарде желудочков. Зубец T отражает процессы реполяризации желудочков. И в норме должен быть положительный во всех отведениях, кроме V1. Там, как правило, в норме он слабоотрицательный или двухфазный. Это допустимо. И еще при левограмме может быть слабоотрицательный или двухфазный T в третьем стандартном отведении. Но только при левограмме это будет считаться вариантом нормы. Далее у нас комплекс QRS. QRS это время деполяризации миокарда желудочка. В норме он должен быть до 0,11. Если ширина QRS больше, чем 0,11, это говорит о замедлении внутрижелудочковой проводимости. И если вы измерили QRS 0,14 и больше, то это будет полная блокада одной из ножек пучка ГИСа. Левой и правой смотрите в грудные отведения V1, V6 и по форме комплекса определяете. Дальше сегмент PQ и сегмент ST. Сам по себе сегмент PQ отдельной значимости особо не несет. А вот сегмент ST очень важен в диагностике ишемических изменений и инфаркта миокарда. Сегмент ST должен быть на изолинии, если он горизонтальный. При этом допускается небольшое его отклонение. Выше изолинии до 1 мм, ниже изолинии до 0,5 мм. Также в норме сегмент ST может быть косовосходящий, но обязательно вогнутый куполом книзу. Если у вас смещение больше указанной нормы, то это говорит о том, что патологическое смещение сегмента ST на вашей ЭКГ. И тогда уже думаем, о какой патологии идет речь. Интервал PQ – это время атриовентрикулярной проводимости. В норме он 0,12-0,20 секунды. При брадикардии до 0,22. Если интервал PQ укорочен, то так можете написать заключение синдром укороченного PQ. А вот если вы нашли удлинение интервала PQ, то это, как правило, будет одна из атриовентрикулярных блокад. Смотрите внимательно. Интервал QT – так называемая электрическая систола желудочков. То есть он включает период деполяризации и реполяризации миокарда желудочков. В норме интервал QT от 0,39 до 0,45 секунд. При нормальной ЧСС особую значимость имеет удлинение интервала QT. Если вы такое определили, выносите это в заключение. Ну вот основные правила расшифровки ЭКГ. В первую очередь постарайтесь разобраться с параметрами нормальной ЭКГ. Повторите проводящую систему сердца. Повторите электрофизиологические свойства миокарда. А именно автоматизм, проводимость, возбудимость, сократимость и рефрактерность. В общем-то на этих периодах основывается и классификация аритмии. То есть электрофизиология сердца – это основа понимания этих процессов, основа для понимания нормальной ЭКГ. Ну и если вы на экзамене определите в каком-то месте ваш электрокардиограмм отклонения от нормы, ну это уже будет задел на положительную оценку. А дальше подумайте и, я надеюсь, правильно назовете это отклонение и поставите грамотное заключение. Желаю вам удачи. Всего самого хорошего. Продолжение следует...